Миллионы жителей южноафриканской страны по-прежнему не имеют прямого доступа к питьевой воде. Вскоре ситуация изменится. Восстановить инфраструктуру водоснабжения в Зимбабве взялась одна из крупнейших госкорпораций КНР. О первых результатах ее работы наш следующий сюжет. С первыми лучами солнца к ближайшему колодцу. Для тысяч женщин и детей из пригорода зимбабвийской столицы Харары это привычный утренний ритуал. Наполнить ведра и канистры с первого раза удается не всегда. Коломки отказываются работать, колодцы пересыхают. Но помощь уже в пути. Два года назад кредит на проекты водоснабжения в стране одобрил экспортно-импортный банк КНР. Он выделил 140 миллионов долларов на восстановление единственной насосной станции в Харары. Работу ведет китайская инженерная корпорация машинного оборудования. Проектные работы мы уже завершили. На этом этапе занимаемся производством и доставкой оборудования в Зимбабве. По планам вся необходимая техника прибудет к концу нынешнего, начало следующего года. Хотя до полного восстановления насосной станции еще как минимум год, жители столичного пригорода Мамбуку уже видят перемены к лучшему. С китайской помощью на станции водоснабжения в Харары построили два новых очистных сооружения. Они позволили увеличить объемы снабжения на 40 миллионов литров в день. Теперь одной из приоритетных задач стал ремонт труб по всей стране. Многие из них оставались без техобслуживания по нескольку десятилетий. «Трубы здесь очень старые. Некоторым уже по 60 лет. Их списали еще в начале 90-х. Но, как видите, они до сих пор используются». Когда станцию восстановят, а трубы отремонтируют, водоснабжение Харары увеличится с 400 до 650 миллионов литров в день. Для города, численность населения которого стремительно растет из года в год, это более чем хорошие новости. Ведь на фоне исключительной засухи последних лет, доступ к воде стал настоящей роскошью.